Атрауские фермеры предлагают производить отечественные удобрения, ведь это намного дешевле и поможет развивать отечественное производство, рассказывают фермеры. Стоит отметить, что 90% удобрений в стране привозятся из соседних стран. Атрауские крестьяне удобряют землю биорганическими удобрениями. Фермеры используют так называемый биогумус, который не имеет в своем составе химических добавок. Данный вид удобрений улучшает плодородность почвы и повышает содержание витамина в плодах. Сегодня в запасе кооператива атрауских фермеров около 1000 кубометров биогумуса. Однако этого недостаточно для охвата местного спроса. А для увеличения объема нужны и техника, и финансы. У нас очень мало сырья. Сейчас своими силами набираем технику, арендуем КАМАЗы и сами привозим все. К примеру, в сельском местности это сырье сбрасывают в поле. Нам бы очень помогло, если бы нам открыли специальное полигонное поле, собирали бы все там. Мы бы развивали отрасль и помогали получать больше продукции. В настоящее время 90% удобрений в регионе импортные. Поставки осуществляются из России, Белоруссии и Украины. Фермеры говорят, что цены высокие, но эффективности мало. Известно, что растет спрос на органические удобрения, но их недостаточно. При этом мы не можем отправлять свою продукцию – это огурцы и помидоры – в соседние страны, так как они гниют из-за высокого содержания нитратов. Государством предусмотрено выделение средств на минеральное удобрение. В Управлении сельского хозяйства планируют выделить 78 миллионов тенге. Отметим, что в регионе насчитывается около 400 хозяйств, занимающихся земледелием. Государство предоставляет им субсидии по четырём направлениям. В прошлом году на удобрение было выделено 68 миллионов тенге. В этом году цифра выросла до 78 миллионов. Я считаю, этого достаточно. Фермеры отмечают, что поддержки от государства недостаточно. Поэтому они создали кооператив, чтобы начать производить удобрение. В этих целях участники кооператива проводят разъяснительную работу с фермерами по всей стране и надеются, что государство окажет поддержку в этой инициативе. Дана Керимбаева, Айбек Байзак, Василбек Абекенов, телеканал ТДК-42, АТРАУ.